здравствуйте друзья пятница 10 августа движемся по кремниевой долине на работу собственно меня через 20 минут будет прямой эфир под мы с вами там поболтаем последнее время все чаще и чаще но вот чуть не каждый день мне какие-то ссылки присылают и говорят вот посмотрите или там проанализируйте или что вы думаете ваше мнение про вот какой-то там типа блогер вега бонды вега бунт но я уже думаю ну пойду гляд значит пошел гляд человек живет в америке 25 лет приехал сюда в 13 лет бедный я несчастный основная тема у него никто меня не любит не жалеет все в америке плохо второе все в россии хорошо значит медицина здесь плохая люди дерьмо в общем все плохо ну ну все буквально все ну и ему главное плохо он действительно такой можно сказать прозябающий такой человек 38 лет ничего нет там денег нет семьи нет детей нет вообще ничего нет такой несчастный и есть еще у него англоязычный канал значит англоязычный канал там он совершенно другой у него образ он тоже там бедные несчастные но и так так такое на себя напустил образ вот для себя создал он закончил университет то есть он здесь вырос закончил университет но никогда не хотел работать он об этом говорит что он не не хотел он предпринимать значит какой предприниматель вот у него было много инициатив например вот у него есть секс-шоп такой на интернете он сам производит там на машинке строчит секс-шоп такой у него но у него там творческая вот такая знать култышка вот вот такой формы ручка вот такой формы чтобы в задний проход попасть а дальше книг коровий хвостик а вот или зайчий такой тип политик и зайчий хвостик вот и значит но естественно он не любит америку потому что как то у него не получается ну потому что страна плохая вот и и соответственно любит россию не то что он ее конечно любят вот как может показаться но это некий образ чак артистический это некий образ в котором он находится для того чтобы заработать немножко на востребованном товаре который называется дерьмо про америку ну где востребован товар но вот вот где востребован там он пытается заработать разводит лохов конечно как может на англоязычном канале своем он вот например объясняет кто такие русские ну вот он так чене но может быть он даже шутит немножко но он берет бутылку водки вот он стоит такой в маечке там значит тут не подмышки голые маечке и берет бутылку водки это говорит русский одеколон берет так наливает значит тут помазал подмышками помазал и говорит вот теперь вот если вы так значит воспользуйтесь русским одеколоном будете пахнуть как настоящий русский вот так он любит россию друзья и русских ну как любят я думаю что он конечно эпатирует просто зрителя у него нет там зрители никакого но он хочет чтобы был но вот того кто придет уже может быть он вот как-то ему понравится этот русский одеколон такой вот любитель россии и всего русского мне светлана там несколько раз что-то говорила про него и я думаю ну пойду гляну поищу что люди рассказывают и буквально сверху я делал поиск на вега бонд латинскими буквы вега бонды прямо первые два видео сверху или там в тройке 2 какие-то люди говорят вот рассказываем правду я думаю пойду посмотрю правду надо сказать что конечно в этих вот правдивых потрясающие совершенно ролики очень смешные очень динамичные шикарно вот и трафика никакого вообще на ну и за смешной там типа 10000 20 никакого по сравнению с вот тем что производит для для российского зрителя сам вот этот вот вега бонд зовут его сергей бронштейн хорошая фамилия вот жалко что досталось такому ну ладно и вот значит я очень вам советую пойти и набрать вега бонд и посмотреть эти два ролика вы просто хорошее настроение на весь день и там его показывают как он вот на своих этих рекламных видео которое сам снимает для того чтобы продвигать свой товар и как он там женском наряде в лифчиках в женском сподням значит такой то ли трансвистит то ли даже не знаю эти терминологии такой не знаю друзья я не как-то не владею но выглядит потрясающе такой губы накрашены такой вот такая женщина можно сказать ну или типа же мужиковатая такая женщина и она начнет ну еще раз посмотрите я я думаю что это неплохое такое зрелище дело в том что в россии есть как бы очень большая группа людей но но как бы драматически большая группа людей часть населения очень больше которые дышат полной грудью не на озере не у океана не в лесу не в горах не раскрыв широко там окна пойти на улицу значит полной грудью они дышат только тогда когда их подносят к выхлопной трубе в данном случае выхлопная труба принадлежит машине кремлевской пропаганды когда его подносят к этой трубе к этой трубе вдруг изменяется картина глюки начинают происходить но это же ядовитая фигня попробуйте подышать это яды и вот в этих ядах что-то такое происходит из презираемого всем миром нищего духом карманом не имеющего не будущего не настоящего этот человек вдруг начинает чувствовать себя добрым значительным его любит и уважает весь мир он вообще чуть ли не надежда этого мира вот и не во всех странах плохо а у него хорошо этот боже как вот и вот он его нужно подпитывать эти как только человек попадает в зависимость а это зависимость эту зависимость нужно подпитывать и вот в эту в эту трубу кремлевской пропаганды зловонный туда немножко так знаете подпукивает вот этот самый бронштейн он же вегабонт он же егор там какой-то и так далее пытается подпустить так сказать своего газку но он не создает как бы потребителя он пользуется готовым потребителем которого для него и таких как он создала вот это вот самая машина кремлевской пропаганды но это как бы такой побочный продукт они не имели в виду его они это делали конечно для себя но друзья я понимаю что может быть не посмотрите вот этот сюжет а все равно станете меня спрашивать а вот как вы прокомментируете вот это вот дерьмо я хочу сказать не буду не буду но я вас буду отсылать к этому ролику и говорит у меня на эту тему уже есть я уже прокомментировал хорошо вот я буду так вот я такой комментарий для отсылки к нему счастливо